Хвалят его, и у этого ребенка невысокая, высоченная самооценка, и он вообще является одним из самых агрессивных учеников. Пал, когда обскакалку зацепится, потому что это снизит его самооценку, будут смеяться, а он так попрыгал без скакалки, его хвалят. Вот, когда ребенок вот такую личностную похвалу привык слушать всегда, приходя уже в социум, да, этот ребенок сталкивается с жестокой реальностью, что оказывается не только он сильный, умный, красивый и так далее, но и другие дети тоже умные, красивые. И на эту тему есть исследование, что незаслуженная похвала, она губительна для отстающих учеников. Опять-таки отстающему ученику, у которого, например, плохо развита мелкая моторика, написать сложно, да, там целую строчку даже красиво прописать. А ученику, у которого от природы отлично развита и крупная мелкая моторика, ему все пять строчек написать, не составляет особого труда. Где грань? Вот здоровой хвалы, да, и чрезмерной, которой вредной хвалы. Вот, Зимфикалгатно, я смотрю сейчас наш чат, допустим, учителя сделали открытый урок, да, интересный, по фотографиям очень интересный. Потом коллеги пишут, молодцы, супер, да, там, отлично и так далее, фидбэк дают какой-то. И другие уже тоже следом за ними и начинают тоже писать какие-то фидбэки, судя все по тому, как эта фотография выглядит. То есть, ну, это, типа, коллег поддерживаем, им говорим молодцы, им говорим, там, супер сделано. Тем самым мы их поддерживаем, тем самым их поощряем на новые, там, такие подвиги, да, там, больше, чтобы у человека было желание таких уроков проводить, открытых ли там, интерактивных и так далее. Вот, задумался я. Похвала. Все ли мы нуждаемся в этом? Я сейчас подумал, не только дети, и взрослые, оказывается, тоже. Между прочим, меня часто упрекают в том, что я не умею хвалить, там, я не умею пару добрых слов сказать. Да? Вот именно почему мы сегодня инициировали вот такую тему. Давайте поговорим о хвале, похвале и о чрезмерной похвале, да? К нам же родители обращаются. Иногда до смешного доходят. Вы почему тогда не похвалили моего ребенка, да, как бы говорят? Нет. Или, вот, как мне уже там коллеги тоже иногда обращаются, вот, мы, руководство не видит то, что мы, как бы, творим, то, что мы делаем, недооценивает, что ли, как бы, а на самом деле, где грань, вот, здоровой хвалы, да, и чрезмерной, которой вредной хвалы. Давайте расскажем сначала о чем, о том, когда это вообще, вот эта новая тенденция пошла, что, чтобы ребенка, допустим, не сломать, чтобы посерять, нужно хвалить. Это же откуда-то началось, потому что, когда мы маленькие были, честно говоря, мало слышали доброе слово о том, что мы делали, и мы часто слышали критику, зачем это сделал, неправильно, там, любая инициатива была, как сказать, принимали, да, как в штыки. Вот, откуда идет, вот, чрезмерная похвала, и какие несут, какие там минусы есть здесь, какие плюсы, вообще, нужно ли хвалить людей, если нужно, в какую меру надо хвалить. Сначала давайте немного о науке, наука что говорит. Да, ну, если позволите, Хуршев Кадбекович, сначала я отвечу, вот, вы начали о том, что в учительском чате все начинают хвалить урок. Ну, здесь, наверное, скорее действует такое правило, хвали так, чтобы слышали все, а если порицаешь, то так, чтобы это слышал тот человек, которому это порицание, ну, как бы, рекомендуется, да, вот, это вот к этому относится, потому что, когда мы проводим любой анализ урока, там всегда есть недостатки. Но, согласно с вами, что не все коллеги умеют эти недостатки показать, они, как бы, боятся, думают обидеть человека. А вот теперь о том, что такое чрезмерная похвала, и что такое отсутствие похвалы. Вот, многие родители воспитывают своих детей, так сказать, в ежевых рукавицах, то есть слово из них хорошего не вытянешь о своем ребенке, для своего ребенка, про его деятельность. Это тоже плохо. Но, когда хвалят по всякому поводу и без повода, даже за какие-то ничтожные, даже не просто усилия, а просто за качество личности, то это называется чрезмерная похвала, и она даже более губительна, чем отсутствие похвалы. Сейчас маленькую предысторию сделаю. Вообще еще Державин говорил, что вот чрезмерная похвала – это насмешка. То есть, как давно люди об этом знают и говорят. Но в 1969 году американский психолог, он написал статью, которая надела очень много шума в мире. Эта статья называлась «Психология самоуважения». Потом он по этой статье книгу целую написал. И именно с этого момента начинается, так сказать, хвалебное шествие самой похвалы вообще во всем мире. И считалось, что похвала таким образом, любая всякая похвала, чрезмерная похвала, она именно поднимает самооценку человека. И все, что не относилось к похвале или отсутствии похвалы, оно уже в это время было объявлено, так сказать, вне закона. И до 1990 года было на эту тему, на тему похвалы, самооценки, было написано более 15 тысяч самых разных статей. Но, как потом выяснилось, только 200 примерно, примерно 200 из них имели какую-то вообще научную основу. Все остальное было написано просто, так сказать, восторженными какими-то энтузиастами, пусть даже психологами, но без всякого научного подтверждения. И что же значит стало происходить в этом время во всем мире? Например, идет футбольный матч, и чтобы, не дай бог, не понизить самооценку ученика, футбольные судьи вообще голы перестали считать. Как бы все молодцы, ура, победила дружба, мы молодцы, проигравших нет. Потому что считалось, что это может, если мы не похвалим, а, например, засчитаем чей-то гол, это убьет самооценку. Даже стали на урок физкультуры в некоторых американских штатах, стали проводить уроки физкультуры. Например, сдавали нормативы по скакалке без самой скакалки, чтобы ребенок там не споткнулся, не упал, когда об скакалку зацепится. Потому что это снизит его самооценку, будут смеяться, а он так попрыгал без скакалки, его хвалят. То есть до такого абсурда, то есть хорошее что-то есть в похвале, но, как всегда, люди любят все до абсурда доводить. И вот с похвалой получилось то же самое. Стали хвалить просто, просто так. Ну, мне это напоминает, первое, это мое детство, когда я спортом занимался. Мы на разные турниры ходили. И обязательно всем потом почему-то каким-то образом какие-то грамоты, какие-то места доставались. В детском спорте, между прочим, этого много. Тренер где-то там постарался, конечно, уже первое, второе, третье место уже есть, но тренер идет, постарается, потом, я видел, и мне тоже давали, и другим, как бы, вот, короче, после турнира, вот, короче, вот тебе тоже дали, как бы, место. Ну, повышало ли это мою самооценку? Не повышало, я сейчас не могу сказать, потому что я четко понимал, что я проиграл, как они могли мне дать это второе или третье место, да, как бы. У тренера какие интересы были, я не знаю. Возможно, как тренер, он хотел поощрять, что ли, там, да, вот вкус победы, но если этой победы самой нету, да, откуда этот вкус? Грамота, что ли? Мы, значит, в нашей с вами практике тоже очень много, сплошь, да, рядом происходит, а больше всего меня волнует вопрос от родителей, да, они как воспринимают? Вы же сломаете ребенка, говорить, да, как бы. Да. Если, допустим, тот же значок лучшего учителя, лучшего ученика месяца, да, допустим, ученик не получил. В прошлом году у меня был один случай такой, да, а почему моя дочь не получила? Девочка талантливая, поет, уже восьмой класс, мама приходит, а почему не получает? Мы обосновываем, критерии есть, просто, наверное, по каким-то критериям она не соответствует, в этот раз не соответствует. Но первая реакция была именно эта, вы же сломаете ребенка. А вот именно сломать ребенка, вот это вот предубеждение откуда? Опять из этих 15 тысяч псевдонаучных исследований? И считалось тогда, что люди, якобы проводились исследования научные, в этих статьях были описаны случаи, когда люди с высокой самооценкой, якобы у них лучший карьерный рост, у них там отличная успеваемость в школе, и они менее агрессивные, то есть они такие позитивные, положительные. Но, как показывала потом уже на самом деле практика и реальные научные исследования, наоборот, высокая самооценка на карьерном росте или на, например, там, отличной учебе никак не сказывалась. А люди, наоборот, с высокой самооценкой, незаслуженно высокой самооценкой, наоборот, эти люди более агрессивные, потому что они всегда ожидают только самого хорошего о себе, для себя. И когда они этого не получают, даже в мелочах, они на все реагируют более остро и более агрессивно. Болезненно. Да, болезненно реагируют, и это уже, этот стиль вот такого восприятия уже относится не только к самому человеку, но и также человек это воспринимает по отношению к своим детям, внукам. Вот пример, буквально недавно прошло родительское собрание, и учитель как бы там сказал об одном ребенке, что он у вас, ну, как бы, вот отличник. Когда задали вопрос об этом ученике, он сказал, да, он учится хорошо, он отличник. И все как бы, и пошло дальше собрание. Так родитель, который был на этом собрании, через два дня пришел к учителю и говорил, вы знаете, я два дня не сплю, у меня давление поднялось. Я два дня думаю о том, что вы просто сказали моему ребенке, что он отличник. А оказывается, учитель должен был рассказать, какой он золотой, прекрасный, умный, самый лучший, и вообще это счастье наше. Что он учится в нашей школе. Недостаточно хорошо сказано, да? Да, 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 то есть человек ожидал чего-то, чего-то, то есть он сам болезненно воспринимает. И, кстати говоря, у данного ребенка очень высокая самооценка, потому что в доме его постоянно хвалят. Он самый-самый, самый лучший, самый умный, самый-самый среди всех. То есть постоянно в сравнительной степени хвалят его. И у этого ребенка невысокая, а высоченная самооценка. И он вообще является одним из самых агрессивных учеников в школе. То есть он все воспринимает очень агрессивно и в штыки. То есть вот это наглядный пример того, что ребенок привык получать с детства от всех. И от родителей, и от бабушек, дедушек, и от других членов семьи. Незаслуженную похвалу. Но, видите ли, практика еще показывает. Вот я на примере нашего же сейчас оператора могу сказать. Допустим, он какой-то контент сделал. Кидает нам в группы на обсуждение. Или вот мы социальный ролик сняли. Это то и все. Потом откровенно говорит. Коллеги говорят, ну, фидбэк дайте. Фидбэк – это что подразумевается? Именно вот если что-то хорошо получилось, ну, скажите об этом, что его это реально мотивирует. Да? Или укажите на какие-то недостатки. Это тоже, конечно, он человек разумный. Да. Конечно, он скажет недостатки тоже. Но чувствуется, что человеку все-таки, человека мотивирует определенная хвала. Хорошо. Но вы, извиняюсь, Хуршев Акадбекович, вы сказали, его мотивирует определенная похвала за действие. За его труд он сделал хороший контент. Понимаете? Когда вот, смотрите, похвала бывает конструктивная и личностная. Вот. Когда мы именно хвалим личность, ты, например, самый красивый. Ты у меня самый умный. Ты у меня там самый сообразительный. Ты у меня самый шустрый. И так далее. То есть вот когда ребенок вот такую личностную похвалу привык слушать всегда, приходя уже в социум, да, этот ребенок сталкивается с жестокой реальностью. Что, оказывается, не только он сильный, умный, красивый и так далее, но и другие дети тоже умные, красивые. Вот. А такой ребенок ждет, он привык к тому, что самый лучший. И родители его хвалят неправильно. Они говорят, а потом такие родители и ожидают. А школы, например, если мы сейчас говорим про школу, у них такие болезненные ожидания. Почему, ведь моя дочь самая послушная, например, почему Оля получила грамоту, а не Катя? Или моя дочь самая красивая участвовала там в конкурсе «Мисс Осень», а почему Сорвенос получила главный титул «Мисс Осень», а девочка же моя самая красивая? То есть вот личностная похвала не за дело, а просто за то, чем нас наградила матушка природа, вот эта похвала самая опасная. Вот, поэтому здесь, конечно, мы все хотим, все, и вы, хотя это будете скрывать, может быть, в силу своей неэмоциональности не будете показывать, что вам приятно, да, когда вы скажете, сделаете какое-то дело, и вам скажут, знаете, Хуршев Кадбекович, вы хорошо провели, например, там, я не знаю, какое-то собрание, да, вы конструктивно все указали в этом собрании. То есть вы работали над этим собранием, например, над какой-то статьей, это ваш труд. Поэтому все люди в той или иной степени хотят похвалы. Да. Она нужна, но она должна быть конструктивной. Значит, мы, все мы сходимся в одном мнении, что похвала, она нужна. Да. Оно реально мотивирует, и порой человек ожидает, если ожидаемое там похвалу не получил, это может расстраиваться, или наоборот, такие мысли меня не ценят, вот, наверное, мне пора уйти, раз не хвалят, они таким образом сигнал дают, возможно, так скажут, как бы. Хорошо, где грань, где грань, вот, по-конкретнее, значит, мы ребенка ли это, коллегу ли это, значит, хвалим за реальные достижения, да? Да, не за качество. Не за качество. Вы лучше учитель, потому что вы красивая. А, да. Вот, то есть, нет. А за качество. А, это же нам еще с малых лет говорили, за красивые глаза, что ли, говорили, пятерку поставлю, да, 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 вот, вот, вот это уже одна грань. А что, как переубедить родителей, что если где-то недополучили похвалу, что ребенок никак не сломается, как, я всегда говорю, ребенок, вообще человек не такое слабое существо, что просто поломался. Наоборот же, мы видим именно ребят, которые преодолевали, да, какие-то. Да, преодолевали и себе доказали, другим доказали, что они могут или по стечению жизни, да, они где-то действительно их ломали. Учитель никогда доброе слово не говорил, это мы в университете тоже слышали такое, лично рубили, допустим, да. Постоянно, вот я помню одного своего профессора, изредка он кому-то пятерку ставил, изредка, потому что он всегда говорил, так, Бог знает на пятерку, я на четверку, а все вы остальные на тройку, двойку знаете, да, говорил. И заранее он ломал нас, как бы, мы понимаем, что пятерку никогда не получим, как бы, но я видел ребят, которые из-за неполученной пятерки бросали себя со второго этажа. Ну, это ведь, это другая сторона, понимаете, когда здесь уже ваш профессор был слишком скуп на деяния, понимаете, именно похвалы за деяния. Вот как разговаривать с родителями? Родителям нужно объяснять все-таки с научной точки зрения, какие-то факты приводить, фактами. Вот, во-первых, нужно понимать, и родители должны понимать, и на эту тему есть исследование, что незаслуженная похвала, она губительна для отстающих учеников. Мы все слышим очень много фразы, фраз таких, и учителя это говорят, и родители. «Молодец, все, отлично, ты сделал все, что мог». Да, вот, не получилось, ты сделал все, что мог. Мы таким образом, из лучших побуждений, хотим, как бы, поддержать ребенка. На самом деле, в подсознании мы ему внушаем следующую мысль, что это предел твоих возможностей. Все, что мог, ты сделал, ну, поэтому особо-то не думай, что в следующий раз у тебя получится. Мы в этом случае, когда у ребенка не получается, тем более ребенку, которому что-то трудно дается в учебе, или в спорте, или в каких-то других делах. Вот, мы должны сказать, на сегодня, в сегодняшнем соревновании, или в сегодняшнем дне, в сегодняшнем уроке, ты сделал многое. Конкретно, то-то, 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 в следующий раз у тебя получится еще. Если ты вот это, вот это, вот это, например, постараешься сделать. А вот здесь, за вот это, и там, я не знаю, например, есть дети, да, которые очень трудно писать, например, да, они не стараются, пишут там каракулями. Вот, и мы должны сказать, вот смотри, вот сегодня ты на уроке письма постарался и красиво написал, там, не знаю, две строчки, хватило у него терпения или силы на две строчки. Вот, но вот у тебя всего нужно было пять строчек написать, да, в следующий раз ты уже постараешься дописать, например, три. И каждый раз не говори, что все, ты все, что ты мог, сделал на сегодня. Это первое. Второе, незаслуженная похвала, она губительна и для детей с большими способностями. Ведь сами, если вы вспомните, подумайте, вспомните много детей, которые были очень способны в детстве, но они особо ничего не добились. Почему? Потому что этим детям, чтобы вот что-то сделать, опять-таки, остающему ученику, у которого, например, плохо развита мелкая моторика, написать сложно, да, там, целую строчку даже красиво прописать, а ученику, которого от природы отлично развита и крупная мелкая моторика, ему все пять строчек написать не составляет особого труда. А когда таким ребенком слишком много восхищаются, какой ты молодец, какой ты умница, как ты пишешь хорошо, но при этом мы точно знаем и видим, что он особых-то усилий не прикладывал к этому, вот такая похвала не мотивирует детей способных. То есть они расслабляются, и когда они встречают уже задания чуть-чуть посложнее, то они из-за страха потери, вернее, не потери, а из-за страха неудач, из-за того, что их не похвалят, потому что у них не получится, такие дети как бы складывают крылышки и лучше ничего не делают. Начинают лениться, не хотеть это делать. То есть хвалить, вот я хочу подчеркнуть, хвалить нужно, только нужно делать это правильно. Первый мой контент обозначили, что хвалить нужно за дело, не за личные качества, потому что все мы знаем, что дети разные рождаются. Кто-то природой уже одарен прекрасной памятью или, опять-таки, хорошими физическими данными или сообразительными. Логическое мышление у детей уже какое-то формируется, и это и дается им легче, например, математика или русский язык или чтение, чем другим детям. То есть хвалить просто за то, что он молодец и не нужно. И всегда, когда вы не хвалите, например, ребенка за его дела, это тоже останавливает ребенка. Вот первое – хвалить за дела. За дела. За дела. Конечно, хвалить ничего здесь плохого нет. Наши же дети подходят, например, что-нибудь сделали, что-нибудь нарисовали, приходят, смотри, смотри, что я сделаю. Ну, как отец, я понимаю, что ребенок ожидает, максимум, можно сказать, о, хорошо, можно сказать, или вот так показать, да, как бы, я так думаю. Но сказать, что ты великий художник… Да, вот, вы сами обозначили очень, вот этим примером, отличную грань провели. Да. То есть нужно приободрить ребенка, оценить его работу. Но вот это самый лучший пример, который вот все показывает, грань вот эту. Вот откуда, отсюда как раз растут многие потом ожидания, чрезмерные ожидания общества от человека. Да. Родители, есть очень интересный фильм «Голливудский», я вообще хотел бы всем это порекомендовать, посмотреть. У всех все хорошо называется «Everyone is ok». Да? Роберт Девилло играет. Своих детей, на своих детей возлагал очень большие ожидания. Очень большие. Думал, что кто-то увлекается музыкой. Он сказал, ты станешь лучшим дирижером. Другой его сын стал художником, ну так себе художником, но будучи маленьким, он еще говорил, я маляром буду, потому что они красили завод. Чем ты будешь маляром? Нет, маляром ты не будешь. Ты художником будешь, лучшим. Ну, во взрослой жизни эти ребята стали теми, кем стали. Ну, у кого-то, ну, допустим, музыкант. Музыкантом он стал. Но в этом оркестре, я не знаю, как это называется, вот в самом конце оркестра стоит, иногда вот как две тарелки бьет друг от друга, да, допустим. Вот таким человеком стал. А отец, когда это увидел, очень сильно разочаровался. Хотя сын был очень счастлив в своей жизни. Он в музыке играет, он едет на гастроли, его это вполне устраивает. Но отца вот эти ожидания, супер-ожидания, его же самого разочаровали, отца разочаровали его. Есть еще один фактор, тоже вот обозначаю английским выражением, big fish in a small pond называют. Это большая рыба в маленьком пруду. Когда всегда его хвалили, и тем более конкурентов особых у ребенка не было, то есть он крупной рыбой был в маленьком пруду. И потом когда-нибудь идет в университет, в лице, где способных детей больше, да, выходит за рамки определенные, да, и видит, что он не такой уж самый лучший. И вообще надо ли вообще самым лучшим быть? Это тоже вопрос. И тут начинается у некоторых мотивация, что, а, так, я всем докажу, это хорошо. А наоборот, еще у кого-то начинается депрессия. Я вот, никто здесь меня не ценит, не видит мои способности и так далее. Это он уже в большой пруд пошел, а там крупных рыб в этом пруду много. Но депрессия начинается у тех, кто все время ждал и получал постоянную похвалу незаслуженную. Я всегда запомнила ее выражение, она говорила, лучше быть дураком среди умных, чем умным среди дураков. То есть вот она в детстве так нас учила и говорила, да, про это. Вот, и говоря, вот, беря пример с вашего примера о том, что ребенок теряется. Почему он теряется? Потому что незаслуженная похвала, когда запросу рисунок, мы как говорим, о, ты станешь великим художником, да, или это шедевр. Вот, именно вот такая похвала, чем она опасна, вот, чего не понимают многие родители. Она не воспитывает, не дает этого внутреннего стержня ребенку. То есть ребенок всегда привыкает к внешней похвале. Он что-то делает не потому, что он сам этого хочет, не потому, что ему самому интересно закончить дело, да, или начать дело, или узнать что-то новое, а потому что это ждет мама. Потому что мама похвалит, или папа похвалит, или учитель похвалит. И очень нередко мы видим таких детей, которые уже приходят в первый класс, и у них уже сломленная мотивация. Потому что эти дети получали огромное количество похвалы, незаслуженной. И такие дети приходят, они вроде и читают, даже читают прям отлично, пишут. То есть они уже приходят прям супернаученные в первый класс. Вот. Но в первом классе они потихоньку-потихоньку перестают быть успешными. Потому что у таких детей они излишне захваленные. Они постоянно ждут только похвалу в свой адрес. Конечно, они не получают эту постоянную похвалу за дело и без дела, от учителя, например. И такие дети перестают желать учиться. Они перестают желать хотеть в школу идти. Они считают, что в школе там уже совсем не интересно. Вот приходят, жалуются, вот я руку поднял. Таких случаев у нас сплошь и рядом. Я руку поднял, а меня не спросили, а Петю спросили два раза, а меня только один раз спросили, а я теперь не хочу отвечать. Или такие родители приходят и говорят, вы знаете, вы не спросили сегодня моего ребенка, он там хотел ответить три раза, а вы его только два раза спросили. Все, у него теперь нет мотивации, он не хочет учиться, вы его сломали. То есть это искаженное представление о похвале у родителей, оно передалось детям, и вот этого внутреннего стержня нет. И именно такие дети, как вы говорите, попадая в большой пруд, теряются. И при всех своих огромных способностях, например, которые матушкой природы были заложены, эти дети не развивают свои способности. Вообще-то хотелось бы, это к слову, это наша тема не касалась, но хотелось бы вообще все дети, чтобы в школу приходили как чистые листы. Да, я понимаю, родители в погоне за ранним развитием, допустим, приходят, кто-то уже очень четко читает, пишет и так далее. Но я также понимаю, что где-то к третьему классу это все сравнится. Опять оно образуется большой пруд со многими крупными рыбами, да, как бы. Вот моя мечта прям, это когда дети как чистый лист приходят и как раз видят уже точки мотивации, куда расти, да, что я умею тебе, завтра чему научусь. Но теперь мы получаем то, что мы получаем. То есть в первом классе три, четыре, даже больше разного уровня подготовки ученики. И потом они сравниваются, сравнялись уже в четвертом, третьем классе. Потом ученик удивляется, а что я же такой был. И даже бывает так, родители удивляются. Он в первом классе лучшим был, в третьем классе из-за вас, или из-за школы, или из-за педагога, он буквально, я скажу, тупеть стал. Нет, он тупеть не стал, просто другие именно по программе догнали, и они должны были догнать, они тоже должны были так же читать, так же писать, так же считать и так далее. Просто сравнилось с его естественным образом. Вот, это, конечно, мои боли. И теперь мы проговорили о том, как хвалить правильно. Это первое, повторюсь, чтобы уже обобщить. Не хвалить за личностные качества, за красоту, за ум, нет. Хвалить за дело, но опять-таки хвалить конструктивно, да? Ваш отличный пример, рисунок, не сказать, о, картина великого художника, да? Это раз. Второе, не хвалить в сравнительной форме. Ты у меня самый красивый, или ты красивее, чем Маша, или ты умнее, чем Маша, или ты пишешь умнее, чем Паша. Этого делать нельзя. То есть это порождает зависть и искаженное вообще представление о реальности у ребенка. Вот, и когда мы вот таким образом хвалим, мы получаем классический синдром отличника. Когда мама с синдромом отличника воспитывает ребенка с синдромом отличника. То есть это как выражается, опять-таки, да, почему драмату мой ребенок не получил? Ведь она же лучше, чем другой ученик. То есть и ребенок сам, он обижается, он конструктивно не может сказать, слушайте, я не получил, например, грамоту или медаль, потому что я... И он не может проанализировать себя, он не научен этому. Этому анализу детей надо учить. Когда они уже подходят ко второму, там, даже к первому классу, если ребенок разумный, он уже может сказать, если его правильно учить, что у меня вот это получилось, а вот здесь вот я, например, там, не дотянул что-то, да. Поэтому этот предмет, например, там, или какой-то аспект своего, там, воспитания я подтяну, вот, или коммуникации. Поэтому моя, как бы, медаль или приз, что там будет впереди. Вот этого нет, и поэтому, получается, вы, как вы сказали, сломали ребенка. Вы не дали ему медаль, все, теперь жизнь наша закончилась. Учиться он не хочет, в школу найти не хочет. Это второй момент. Третий момент – хвалить надо искренне. На самом деле дети, они очень умные. Даже ребенок, которому тяжело дается учеба, но дети очень умно и очень с понятием понимают искреннюю или неискреннюю похвалу. Да, они проницательны. То есть, да, когда, это даже на уровне подсознания идет. То есть, ребенок понимает, что он, например, что-то, ну, не совсем сделал, да, он, например, сам не очень-то удовлетворен своей работой, да, ну, как бы, ну, когда мама или папа или учитель говорит, «Ой, какой у тебя рисунок замечательный», а он там накалякал, не соблюдая никакие нормы, например, разукрашивания, «Ребенок прекрасно понимает, что я вот вижу свой рисунок, здесь я просто от души намазал, вот, и я вижу рисунок не сравнивая, просто я знаю, как надо, вот я вижу эталон, как надо, и как я сделал. Но при этом я получил тоже пять, а хотя с эталоном у меня совершенно не сходит саморисунок». Вот, хвалить надо искренне. И следующий момент, не стоит хвалить ребенка за тот результат, который не требовал от него усилий. Опять-таки, дети способны от природы, вот, им что-то более легче дается, и вот эта вот планка, да, она у них понижается. А когда уже материал учебный, например, или жизненные задачи усложняются, ребенок такой, который особых усилий не прикладывал, например, чтобы отлично учиться, ведь есть такие дети, которые так легко учатся, без особых усилий, вот, и только такие дети, например, есть учителя, которые видят только таких детей, например, и только такие дети получают грамоты, вот, это на самом деле медвежья услуга для ребенка. Да, действительно нуждается и заслуживает тот, кто превосходит себя, да, своих возможностей, да, действительно порой ребенок на самом деле заслуживает четверку, но учитель ставит пятерку, потому что он реально превзошел себя. То есть он еле-еле тянул на тройку, он, возможно, на пятерку не сделал, но человек превзошел себя, своих возможностей. Вчера таким был, да, вот это, наверное, более конструктивная похвала или, скажем, признание его работы, да, как бы. Ну, в целом, что я бы хотел сказать родителям, ребенок и вообще люди не такие уж слабые существа, просто так не сломать. И все вот темные, черные стороны жизни, по-любому с нами, они живут, они существуют в этой жизни. И все время переживать о том, что вот в этот момент он сломается, в тот момент поломается, сильно переживать не станет, не стоит. Но, действительно, мы все-таки нуждаемся в хвале, сами родители нуждаются, порой и сами дети напрашиваются. Значит, все нужно, как всегда, все нужно делать в меру, в норму. Но в меру-то именно, откуда мы узнаем, опять из науки, да. Но, как вы сами говорили, вот в начале подкаста, если целых 15 тысяч статей, да, отовсюду пишут, потом психологи, там, или инфо-цыгане, или, там, начинают тоже так же учить. Конечно, человек убеждается в том, что нужно все время, за каждый шаг надо хвалить ребенка. Поэтому очень хотелось бы, чтобы, когда кто-то решается что-то сказать всему народу, вот так надо, так не надо, вот так правильно или так неправильно, и особенно, что касается воспитания ребенка, нужно все-таки чувствовать определенную ответственность за свои слова, да, за то, чему обучает человек других людей, да. А то мы наслышали действительно элементарно, а сейчас такая тенденция идет. Психологи, посмотрев на картинку ребенка, уже делают вывод, что этого ребенка вообще не хвалят, и этого ребенка вообще не слышат. А, казалось бы, все очень просто, ребенок просто нарисовал, как умел, например, да. Поэтому в этом плане все-таки настоящая наука нам в помощь и работа со своими, с профессионалами, да, своего дела, как бы. Родителям хотел бы сказать, просто давайте успокоимся, да, хвалить будем, мы сами любим хвалу, но за дело, да, за то, что ребенок себя превзошел, своих возможностей, и оно должно быть конструктивное, чтобы ребенок, ваш ребенок, ни в коем случае не почувствовал, что это фальшивка, да, деланное что-то, и тогда у него будет реальный вкус чего-то, достижения, да, вкус победы, да, вкус победы, и это реально мотивирует ребенка на новые шаги. До свидания.